ну как бы как бы да три недели не прошло месяца не прошло и обзор на скетчбуке я сам удивлен что настолько быстро у меня выходит это видео однако я понимаю что просмотры сейчас на моих видосиках начали уменьшаться все ниже 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 идти может мне конечно кажется поэтому ваша любимая тема тема до обзор скетчбуков и да как всегда скетчбук полностью разорван но что поделать в общем то значит предначалом не забывайте про мой телеграм-канал там много всего интересного есть чат для общения где мы с вами общаемся где я с вами общаюсь на всевозможные темы то есть да не забывайте что есть и такая штука ну еще мне хочется что вышел обзор на этот скетчбук маркерный и я обещал что я покажу здесь работы которые я еще не сделал но по-прежнему я до них не дошел потому что снимаю обзор скетчбуков буквально через два дня после снятия того обзора да и первый скетчбук у нас на очереди это наверно вот такой здесь есть трейды гифты всякие да ой спойлеров спойлеров нельзя давать я не помню где остановился давайте наверно об этом рисунке поговорим но мне кажется о нем говорил уже в прошлом даже на скетчбук и зацените его потому что просмотров он мало набрал и обзор на скетчбу к тоже зацените пусть тоже просмотров мало и ведь я удивлен ведь обзор на скетчбук и букида ж такая популярная тема где просмотры я не понимаю в общем то это просто от просто так Просто так. Я иногда и некоторым рисую в моем телеграм-канале артики за просто так. Иногда, да. Я решил пока что отказаться от рейдов, но если что, вы можете перейти в телеграм-канал, спросить с кем своего персонажа и спросить, могу ли я взять рейд. И, возможно, я отвечу вам согласием. Не знаю. Мне кажется, опять-таки, об этом рисунке я говорил, поэтому мне больше ничего сказать. Просто персонажик такой прикольный. Это даже не персонажик, это сам автор. Да. Тут ничего нет. Ладно. Это что? Если честно, я не помню. Либо это трейд был, либо персонаж за то, что человек угадал, кого я рисую. Я не помню. Да, кстати, в телеге я иногда провожу такие челленджи, и я, допустим, скидываю вам фотку и спрашиваю. Вот, напишу, кто первый напишет, кого я рисую, тому я нарисую арт. Вот. Либо это за челлендж, угадай-ку я нарисовал артик, либо это трейд, но я не помню. Мне кажется, все-таки это за угадай-ку арт. Не рисовал я полностью персонажа, потому что скетч уже был здесь, и ноги бы не убрались, наверное, или смотрелись бы несуразно. К тому же там персонаж чуть-чуть 18+, поэтому у меня проблемы есть с анатомией. Ну, по-моему, по-моему, рисунком видно, да? И я все-таки не рискнул. Вот. Ну, поскольку, как бы, это просто буквально, просто так этот рисунок, только за то, что человек угадалку я рисую, я думал, и такое допустимо, как бы. И далее, вот уже идет трейд. Прикольная девочка-акула. Мне нравится. Правда, фон какой-то странный. В плане вот этих сиреневых, розовых, темно-розовых капелек это мало. И они в одном скоплении. Их бы нужно на весь фон сделать, но я что-то так не сделал. Ну, да ладно. И вот рыбки плавают. Типа, это акула, а это рыбки тут плавают. Прикольная вышла. Мне нравится, кстати, персонаж. Я даже ногти нарисовал, что я делаю очень редко, потому что боюсь испортить рисунок. Ой-ой-ой. Дальше ничего нет, слава богу. Это рисунок из последнего видоса. Пересов, картов, подписчиков. Мне не нравится. Совершенно не нравится. Это акварель. Во-первых, здесь не акварельная бумага, а это во-первых. Во-вторых, ну что-то, блин, ну некрасиво вышло. Ребята, даже не хочу об этом рисунке говорить. Давайте к следующему скетчбуку. Вот. Как бы да. Опа. Скетчбук с трейдами. И я помню, в прошлый раз мы остановились вот здесь. Вот это моя персонажка. Не знаю, зачем я ее здесь не вызвал. По этому арту есть видос. Про странных людей Юда и Винчика. Ссылочка в описании. Можете посмотреть и глянуть, потому что видос прикольный. Поза. Господи, что? Кошмар. Ой, рисунок я не могу показывать. Скину в телеграм-канал. Ну, если что, реально я не могу показывать, потому что... Потому что, короче, есть одна проблемка. Этот арт... Вообще, пока что не думаю... Не хочу его нигде светить. Хотя я вроде бы уже его спойлерил. Показал, слил случайно. В шортах на ютубе. Вот. Но в телеграм-канале я скину, короче. Вот. Уже, наверное, скинул. Или скоро скину. Когда вы смотрите этот видос. Так, трейд. Просто я его долго не мог закончить. Не мог начать. Но это прекрасный персонаж. Просто великолепный. Мне этот мальчик так нравится. Если я поножу, что это девочка, то я говорю, да нет. Это вроде мальчик. Вот. Блин, мне так нравится этот рисунок. Персонаж богический просто. Вообще, хочется рисовать его еще, еще и еще. Да. Ну, посмотрим. Может, я нарисую гифт. Гифт человечку автора этого персонажа. Ну, согласитесь, такой пастельный персонаж. Очень прикольный. Очень милый. Мне кажется, ну, он правда классный. Вообще, мне очень нравится. Фон, конечно, здесь какой-то такой очень... Интересный в плане обычный. Ну, ладно. Ой, это трейд вроде бы... Илиард за угадайку. Я не помню просто. Может быть трейд, но не суть. В общем, вот такая вот милашка-девочка. Мне нравится фон здесь. Хотя он и простой, но он прикольный. И нравится персонаж. Ну, правда, прикольно. Никогда не писал принты на штанах. Ну, вот такие. Наподобие таких рисуночков. Нет, не было такого. Думал, за пару вот этот вот топ или что. Эта футболка. Но все вышло. Вообще, эта штука... Кофта, я не знаю. Рубашка должна быть более темного, синего цвета. Но как-то так не вышло. И она более глупая. Ой-ой-ой. Еще арт-перерисовка. Который мне тоже не нравится. Перерисовка артов подписчиков. Эх, господи. Ну, посмотрите на этот пипец. Это же ужас. Ужас какой-то. Мне хочется плакать. А это третий рисунок, который должен был быть. Но я его не нарисовал. Потому что у меня лицо убивает. Оно ужасно вышло. Может быть закончено, но сомневаюсь. Далее идет трейд. Персонаж. Прекрасно. Я ее уже когда-то рисовал. Могу показать даже. Вот в этом скетчбуке как раз таки. Возможно, будет видно прогресс. Прогресс в рисовании. В стиле, возможно, изменения какие-то. Вообще, интересный момент. Сейчас покажу. Вот. Ну, типа, увидите, да? Какая здесь кошмар. И как здесь более-менее уже лучше. В общем, персонаж прикольный. И фон тоже мне нравится. Как будто бы можно было лучше. Но и так в целом нормально. Глазки. Вот такие вот. Не знаю. Мне кажется, крылья я не смог нормально передать. Но в целом, ладно. И так нормально. Потом тут трейд. Тоже с человечком прекрасным. Мне сказали, у меня нет персонажей. Поэтому нарисую, как ты меня представляешь. Вот я какую-то тут фантазию изобразил. Не знаю. В чулочках каких-то. И в кофте такой. Мне кажется, прикольно. Белые волосы. И вот насчет, как раз-таки, их стиля глаз. Так, дальше, что-то наковырняют. Значит, смотрите. Вот тут вот покажу. Да, почему и нет. В общем, персонажи, которые милые, я им рисую вот такие вот глазки. Вот. Ну, короче. Пам-пам. Блин, я не могу. Ну, вот такие, короче. Присажей, которые дерзкие, я им рисую вот такие. Какие-то, может, более, где, где больше каких-то углов. Мне потому что так очень нравится рисовать. Это, как бы, отражает, возможно, персонажа как-то. Поэтому, да, это не стиль у меня меняется. Это персонажи меняются, которых я рисую. Если бы кто-то задумывался, дальше ли артов нет. Вот так вот. Такой вот скетчбук. Продолжаем. Осталось три скетчбука. Господи. Это арт, который был не закончен в прошлом обзоре на скетчбуке. Это веги из отеля Хатгена. Значит, что я сразу скажу. Меня бесит вот эти вот штуки. Я хотел, ну, я хотел, типа, это как прикольчик какой-то фон. Но что-то фигня какая-то вышла. Как будто рисунок многим понравился. Сказал, что это чуть ли не самый мой лучший рисунок. Однако, я так не считаю. Типа, а в каком месте он лучше, например, вот этого. Ой. Вот этого. Типа. Ну, правда. Я не знаю. Вроде бы одинаковые по скиллу рисунки. Ну, может он, правда, лучше. Не знаю. Может, надо писать в комментариях. На его похваление. Я помню. Вот. Но мне, в целом, просто прикольный рисунок. Дальше идет Аяка из Геншила. И что я скажу. Поэтому, а что-то уже есть видосик. И, блин, я заметил, как тут вот так вот. А тут фон какой-то. Ну, блин. Ну, да вот. Блин. Обязательно. Вот. Вот. И вот. А тут как-то фон сузился. Я не знаю, что это такое. Ну, ладно. Рисунок, вроде бы, прикольный. Но меня смущает нос. Глазар вот. Ну, значит, все. А так, в целом, вроде бы, ну, неплохо. Как будто бы. Ну, все-таки, да. Фигуренька вышла. Это должен был быть Зеницу. И он будет. Но я что-то все боюсь взяться за него. Не знаю, почему. Я Зеницу не рисовал. Чтобы вы понимали, вот. Вот с этого арта. Ну, вы понимаете, да? Насколько ситуация запущена. Типа, в этом скетчбуке я рисую фан-арты. В основном, каких-то... Ну, нет, не тогда. Фан-арт по каким-то фандомам, мультам, анимешкам и так далее. Вот так вот. Неужели я все это... Все это... Здесь будут какие-то фан-арты. Это же пипец. Вот. И поскольку я его начинал тогда, еще полтора года назад, примерно... Ну, да, полтора года назад, то у меня была цельная лица от всех персонажей, из фандомов, которые мне интересны. Ну, а сейчас я понимаю. Во-первых, здесь слишком много листов, поэтому нужно будет перерисовывать всех там по сотню раз. Да, и вот. Я думаю, что скилл-то растет, и хочется посмотреть, как персонаж выглядит снова в новом стиле, с основным скиллом, более высоким. Поэтому, да, синицу будет, обещаю. Ой, рисунок, который вообще мне не зашел, вам не зашел. Вообще хочется пролистнуть, но все-таки скажу. Значит, если обстригироваться, что мне здесь нравится? Мне здесь нравится палитра, то есть фон, сам персонаж прикольная палитра, мне кажется. Но, что с лицом, что с глазами, что со ртом, что с носом, что с плечами, что с одеждой и фактурой одежды. Ну, короче, какая-то херня, если честно. Ботинки только... Хотя, ладно, ботинки еще терпимо. Но это в целом не очень хорошо. Арт скинул в телеграм-канал. Скетч, точнее, да. И это у нас Сусамару из клинка, раскающего демонов. Да. Мне не нравится. Во-первых, голова слишком большая, или же тело слишком маленькое. Вопрос. Что здесь не так? Найдите, блин, что здесь не так? Ну, не знаю, либо голова маленькая, надо было уменьшать, либо тело увеличивать. Не знаю даже. Вот. Но мне здесь нравится фон. И ноги, кстати. Да, вот так вот. Что я еще скажу? Ну, в целом, издалека, если смотреть, из какого-то другого ракурса сбоку, из-под стола, ну, может быть, нормально. Ну, да, ну, правда, что-то... Кстати, да, вы тоже затравили... Ну, ладно, не, затравили слишком сильно. Слово вы подзахейтили чуть-чуть, попытаюсь исправить, сказать, что здесь не так, да. Вы мне не хейтите, по крайней мере, я надеюсь. Вот, короче, здесь я глаза еще сделал. Внутри гелькой фиолетовой. И, типа, реснички, они, короче, фиолетовые. И лайн черный у них. Это прикольно. Хочу так экспериментировать. Собственно... Ой, ракурс. Господи, фокус. Мне нравится фон. Это бамбук какой-то растет. Хочу повторить подобный фон. Да. Вот так вот. Кстати, я не понимаю, откуда у меня вообще идея для фонов. Вроде бы, когда я хочу нарисовать фон, я вот все думаю, блин, я не знаю. Если я нарисую так, то это будет копия там того фона моего из старых рисунков. Если я нарисую так, то это будет похоже на на фон, который рисовал другой художник. Если я нарисую так, то это какая-то фигня, небылица, залупка. И, блин, а по итогу-то вроде нормальный фон. Никогда такой не рисовал. Ой, этот я даже в телеграм-канал не буду скидывать. Скетч, точнее. Потому что я не хочу не хочу вот этот арт спойлерить, потому что он прекрасный будет. Ну, я надеюсь. О, это Хеу Хаони для художницы лапки. Арт прикольная девочка вышла, знаете ли. Хаони вообще мне нравится. Правда, она маленькая. Нужно было вот так вот рисовать, но что-то не получилось. Скажем так, да. Ну да. В общем, еще хочу сказать то, что по этому арту тоже есть видос, где я говорил, что некоторые художники воруют в стиле лапки. и это, безусловно, грустно. А потом мне какой-то чел в комментариях вроде бы что-либо написал. А че он написал-то? Или это другая ситуация. Круто, что-то кто-то меня поднасрал, если честно. Но я не помню, потому что я не воспринимаю, как бы, это была не критика, это уже был хейт, я помню. Я даже его либо в телеграм-канал не кидал. Хотя обычно хитерские комментарии кидаю вам поугарать в телегу. Ну, естественно, я ник замазываю, кто это писал, как бы, не призываем к травле. О, это шинобу из клинка будет. Хотел сегодня ее рисовать, но не успел, как вы видите. Скетч только доделать успел. Мне нравится поза, хотя она простая, но для меня вот такая поза это уже что-то. Она не стоит, она как будто бы чуть-чуть в движении, чуть-чуть совсем, ну, реально совсем. Вот. Ну, руки, конечно, странные, ну, ладно. Кстати, скетч вам, скетч этого арта, то есть, когда не было видно еще кто это, попал под горячую руку моих ребяток в телеграм-канале, которые любят покритиковать, но я не против, как бы, вроде бы. По крайней мере, пока же, пока эта критика не задевает мою личность и не оскорбляет ничего, то еще, ну, нормально. Не знаю, вообще, что-то сказал, но он здесь что-то умное сказал. О, этот арт будет Габимару из потрясающего аниме А, как это называется-то? Я знаю, записывал. А, значит, адский рай. Это Габимару из потрясающего аниме адский рай. Да? Да, адский рай. Вот. Ну, не знаю, когда закончу этот арт, надеюсь, скоро. Ну, потому что, блин, мне очень понравилось это аниме. Если вы фанат боев, например, фэнтези-миров и клинка, всякая, демонов вот таких вот анимешек, то, гляньте, я на ютубе смотрел. Все серии выложили первого сезона, второго сезона нет еще. Через год только будет кошмар. А, а дальше будет тоже арт какой-то персонажей из этого аниме. Ну, я, собственно, дальше я не знаю, чем будет, что будет, то будет. Еще два скетчбука, ничего себе, ничего себе. Значит, ой, блин. это изначально, смотрите, у меня есть аддор маркеров Artflix и изначально рисунок был не вот такой вот, а вот такой вот, но потом встрюл и понимаю, что это дерьмо, извините за выражение и я это не буду рисовать ни за что. Вот, собственно, это вот такая вот девица, изначально это должна была быть моя персонажка Мартиника, но что-то как-то не вышло и это просто какая-то девица. Понимаете, у нее даже родинки как у Мартиники, но Мартиника моя персонажка, да, но что-то не срослось, не вышло. Кстати, обзорный маркер и посмотрите, прикольный видосик. Набрал всего лишь 100 просмотров, как бы, извините, даже мне это непонятно. Меня, кстати, похвалили за этот арт в телеге. Спасибо. что-то. Ой-ой-ой. Я больше ничего не покажу, что это извращенца. Это Мартин, мой персонаж, вроде бы первый с ним сегодня рисунок. Рисовал вчера и мне очень нравится. Мне очень нравится фон. Ну, блин, это прикольно, прекрасно, это прикольно. Кстати, если кому-то интересна история моих персонажей, то извините, но в ближайший год вы не узнаете толком ничего, только факты о персах, потому что я хочу дописать историю, а потом уже ее рассказать вам. Как-нибудь, не знаю как, что-нибудь придумаю. Вот такой вот Мартин, голенький, никакого, никакой похабщины, тут ничего не видно, все руками прикрыто. Да. Вот. Как бы в телеграм-канал я, кстати, рисую, о, господи, рисую, кидаю красивые фоточки рисунков. Да, с обработкой там, вот с какими-то декоративными элементами на фоне. Поэтому, ну, все-таки перейдите, пожалуйста, к телеграм-каналу, потому что, ну, вам это труда не составит, я думаю. Вроде бы, еще что-то здесь было, нет. А, вот такое, вот это, это, некоторое время у меня на канале это было шапкой канала и YouTube-канала и аватаркой, но потом я нарисовал как рисунок, которые находятся здесь и, ой, но я думаю, я когда-нибудь это верну на шапку канала, потому что это выглядит прикольно. Кладбище, могилки, как бы все дела. И последний скитебук, видос же идет 21 минуту 16 секунд, по крайней мере, у меня это показывает камера. Так, тут, ой, тут много рисунков, что-то я вам все проспойлерил, шмар. Начнем, наверное, с этого, это должна быть Лулу. Вроде бы, если я не ошибаюсь, вы впервые видите этот артик, потому что в телегу я кидал вроде бы вот такую вот часть, если я не ошибаюсь, или вот такую, я не помню. Поэтому вот полноценный как арт будет выглядеть, стараюсь лишь покрасить. Думаю, сегодня это я и делаю. что скажу, ноги, почему такая поза, не знаю, господи, что с позой. И вот как раз таки арт, который сейчас на шапке канала, на аватарке канала, и мне это нравится. Здесь, значит, есть «Приснись, крошка, ты продаешься», это цитата из песни «Монеточки», «Крошка» называется. Не знаю, зачем я это написал, просто хотел что-то написать, и вот я написал, потому что здесь не было ничего. типа просто пятна крови рисовать, не знаю, не знаю. И, значит, так, поясняю за ад, что у меня вроде бы не депрессия, ну, по крайней мере, я не думаю, что у меня не депрессия. Вот, поэтому иногда, как бы, я рисую такие артики, да, ну, всякое бывает, да, вот, и, блин, просто мне захотелось нарисовать себя, это я, моя партификация, которая израненная, которая все так плохо, на все так пофиг вообще, то есть стены все в крови курито, тут на столе кровь, тут надписи, красные жидкости, костюм, тут на нее, на меня, фонтан, красный, красного кетчупа, просто льется, это что такое, что это такое, вот, ну, короче, да, прикольно, прикольно, как позитивно, да, вот, ну, на самом деле, тогда я просмотрел какой-то слой фильм, я не помню какой, а потом я смотрел грустный фильм, и думаю, блядь, сука, нахуй, блядь, смотрю, сейчас злой фильм, я хочу нарисовать себя злым, а потом грустный фильм, где я чуть ли не плачу, и думаю, блядь, зачем я рисую зло, я хочу, чтобы я плакал, блядь, короче, да, извините, не сама ты, о, так, сначала про это поговорим, это Ева Королева, ну, просто Евочка, моя персонажка, и сразу скажу, вот эту штуку нужно по длиннее сделать, где-то вот, посюда, даже вот, прямо на ваших глазах это сделаю, я надеюсь, я об этом не пожалел, вот Ева Королева, не знаю, когда нарисую рисунок, думаю, завтра, послезавтра, а мне пока что нравится, я давно Евочку не рисовал, прям очень давно, и как бы время пришло, что касается этого рисунка, либо он уже в телеге загружен, либо еще нет, если нет, то это просто повезло вам, что вы смотрите видос, потому что рисунок-то еще никто не видел, полностью, но надеюсь, я его быстренько дорисую, чтобы это не было, хотя, сюрприз, возможно, это будет прикольно, да, вот так вот, короче, это, одноклассники Мартина, и Мартиники, Мартины, о, блин, я опять сюжет раскрываю, ну ладно, Мартин, Мартиника, мои персонажи, сейчас вам покажу их, ой, все-таки это, кровавый арт, с ними, ой, блин, нужно найти адекватный арт, о, господи, извини, демон, а у меня нет, что ли, таких артов, вот, Мартиника, короче, Мартиника, да, а, блядь, что тут происходит, под конец видео уже матюки одни, господи, а Мартин, ладно, покажу вот такой вот арт Мартина, у него, разу что, клещетая рубаха, вот, вот, они с ними, одноклассники, они, одноклассники, Мартина, и Мартиники, Мартин, Мартиника в одном классе учатся, в одной, в одном школе, короче, вы поняли, но есть еще Даша и Ваня, Алекс, которые, про которых я ничего не скажу, а вот такой вот, и злодей, да, и, собственно, вот они, одноклассники, это такие, третьи степенные персонажи, которые в сюжете иногда будут появляться, не знаю, зачем, просто, ну, мне нужно проработать, ну, одноклассников, своих ребят, почему нет, вот так вот, да, это чуть-чуть такая, 18+, как будто бы, иллюстрация, что здесь он уже штаны снимает, но от твоей ноги, они уже вертятся, господин, ну, да, вот такое было настроение, шильное, чуть-чуть, думал, почему нет, а как у меня, а, короче, я думаю, вот, лайн-то я думал, сделал, но нет, нужно ноги здесь дорисовать, прикиньте, а я забыл, такой вот я злодей, значит, как тебя зовут, вот эту девку зовут Билли, а его зовут, Джейсон, Джейсон, да, мне не нравится это имя, возможно, я ему потом сокращу имя, сокращу имя до, какого-то более короткого, чем Джейсон, типа Джек, может быть, я не знаю, короче, посмотрим, вот, ну да, здесь какая-то будет жесткая ебля, дальше тут, собственно, больше ничего нет, в общем-то, да, обзор на скетчбуке закончился, здесь все засран, весь стол, вот столько скетчбуков у нас было, это какой-то кошмар, господи, как, знаете, мне хочется закончить этот скетчбук уже, потому что, ну, правда, я уже хочу его закончить, чтобы снять на него, обзор полноценный, здесь осталось около 20 рисунков нарисовать, примерно, и я хочу максимально это быстро сделать, чтобы осенью уже скетчбук был закончен, потому что скетчбук переживет три осени, чтобы вы понимали, это было третье, в общем, блин, нужно какую-то красивую картиночку сделать, ну, просто, чтобы попрощаться красиво, да, нужно просто красиво попрощаться, вопрос лишь как, в общем-то, всем счастья, любви, добра, позитива, благополучия, чего еще можно пожелать, побольше денег, если вошли в ваш блог, то удачи выйти, опять-таки жесткой ебли вам каждый день но знаю, что не многие досмотрел до конца но порадуйтесь, если вы любите пошлой умоли, это для вас